Добрый день. В Московской области в предприятии МОС-Трансавта проходил пилотный проект, который завершился 31 мая. Есть статистические данные этого проекта, но я их по соглашению с Мастеркардом пока не буду публиковать, показывать, потому что они должны пройти определенную обработку, анализ, и тогда будут выложены, наверное, в общественный доступ. Но с чем МОС-Трансавта столкнулась в процессе проведения пилотного проекта, это именно с проблемой экваринга. Значит, с удивлением для себя банки открыли, что тот экваринг или те договора экваринга, которые они применяют, так называемый торговый, с транспортным имеют, ну, скажем так, мало общего. Значит, вот торговый экваринга, на примере X5 Retail Group. Данные я взял из открытого доступа, они в интернете. Ну, вот видно, что выручка составляет за 2012, за 2011 год у этой организации 452 миллиарда. Значит, если все, я взял, предположил, что не более 20% людей оплачивают банковскими картами, и вот у меня получилось, что выручка на один терминал в месяц получается 228 тысяч рублей. То же самое взял автобусы, 5 тысяч половин автобусов, это в МОС-Трансавта, выручка от пассажиров, полностью оплачивая свой проезд, 9 миллиардов. Значит, ну, опять же, таким подсчетом получилось, что на один терминал у меня получается 22 тысячи рублей. Значит, это я сейчас излагаю с позиции банка, потому что стандартный договор экваринга, он предусматривает поставку терминального оборудования со стороны банка, поскольку там программное обеспечение, защита и все, что с этим связано. Значит, я просто в чистую посчитал, насколько это все будет окупаться. Ну, вот в этой таблице вот эти все данные сведены, и в месяц доход с одного терминала при транспортном экваринге составит 2600, а в торговле 27 тысяч. Значит, ну, стоимость терминала, я взял тоже 30 тысяч, ну, чуть дороже на самом деле, но она, наверное, везде одинаковая. Ну, вот даже если 30 тысяч, мы видим, что сколько будет окупаться при транспорте, сколько при торговле. Значит, введение пайпаса и пайвое позиционировалось, что, в общем-то, это удобнее в любом регионе, на любом виде транспортом, оснащенном этими картами. Для перевозчиков очень сладкая вещь, что отсутствуют затраты на эмиссию транспортных карт, вот, например, в метрополитене. Субтитры создавал DimaTorzok